многие из вас особенно девушки думают что рыбалка это приехал легковой машине красивой вышел в кроссовках сел на подмост к закинул удочку и лови а вы такое видели и к сожалению у меня нет джипа с большими колесами чтобы переехать этот брод но зато у меня есть сапоги сапоги по самые ну вы поняли сейчас попытаюсь перейти эту речку на ту сторону и пойду на рыбалку на вы смотрите пройду я или поплыву когда-то давным-давно я еще тут проезжал на десятки был последний раз я ее чуть не утопил сейчас себя утоплю вот так вот добираемся мы вплавь до заветных мест сегодня конечно приехал на ниве но все равно не рискнул я сюда поехать решил пройти это место пешком сегодня приехал на маленькую речку речка очень интересный но я уже тут не был года три наверно не последний раз когда я сюда приезжал тут было очень много браконьеров я пока кидал на зацепил штук восемь сетей вытащил их на берег жев ну а так как сюда очень далеко ехать решил пока не ездить сюда ну а сегодня вот решил вновь попробовать ну а что получится у нас из этого смотрите ну что вперед за трофеем расскажу немножко по снастям взял свою сам легкую опять палку банок с ультра 314 в росте 240 плетенка 08 катушка робе xia ну и струна виброхвост тут такого целого цвета и 6 граммов чебурашка уже немножко тут успел покидать на арбузный такой такой же точно виброхвост только арбузного цвета почему поклевок не было ну и поставил такой вот ну что пойдем пробовать ловить сейчас что-то увидел тут вот плеснулся не знаю бобер или щука попробуем откидать от места черека конечно очень интересно чистая протекает вне таких больших населенных пунктов есть на ее пути маленькие деревушки и крупных городов она очень далеко расположена вот сейчас ехал на ней сюда проехал но браконьера все равно хватает это очень хорошо надо подготовить мы гер�б ну это не то все есть мы люди Продолжение следует... 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 В кусты в кусты. Вот уже побольше щечка. Около килограмм уже на недель. С пиявками. Икра вот с ней прям тихо. Уже скоро микробой. Отпустим эту щечку с окрой. Пусть отбивает. Тихо-тихо-тихо. Он прям тихо-тихо. Не будем его больше мучить. Пусть придет мое потомство. Скорее всего начался уже икробой. Со щеки прям икра текет. В связи с этим поклевок очень мало. Ну а теперь она будет кушать недели через 2, только через 3. Река очень интересная. Она состоит из баклуш таких вот. Вытекает ручей. Образует такой вот заводь. И опять потом уходит в ручей. И вот в этих вот баклушах вводится щука. Летом эта баклуша почти полностью зарастает. Тут даже на лодке невозможно проплыть. Ну и сейчас вот весной красота. Все открыто. Место тут прям вытоптано. Даже не бобром. Хотя бобер тут тоже лазит. Вот палки нагрызены. Наверное скорее всего браконьер спускает свои лодки. Вот лежат кирпичи. Ну ничего. Шука пока сохраняется. Даже и в таких местах. О, хох! О. О, хох! О, хох! Продолжение следует... Продолжение следует... Палка... Хоп... Перекинул ее... И потом почуял удар... Потянул... И все... Ни поводка, ни приманки... Ну, скорее всего, это небольшая щучка... Потому что именно так... Срезаются щучки небольшие... Промахивается... И срезает... Сейчас... Попьем чайку... Перевяжем все... Поставим перед такую же приманку... И попробуем еще раз поймать... Нашего обидчика... Ну что, струна привязана... Струна была тоже не маленькая... 15 см... Эту штуку надо снять... Вертлюжок... Интересно вообще, кто-нибудь им пользуется... Нет? Все... Делаем виброхвост... Четырех дюймов виброхвост... Насаживаю на оффсет... Четыре ноль... И в путь... Скорее всего... Щука не накололась... И поэтому клюнет второй раз... Накажем обидчицу нашу... Что съела... Приманку, на которой мы уже поймали две щуки... Она имела наглость... Ее у нас есть... Ну что... Вперед... Поймаем этого щука... Может быть он там какой-нибудь крокодил здоровый... В том месте у нас прям оторвал ее... Не оторвал даже... Откусил... Ну мне кажется стоит... Мелкая какая-то щучка была... Тут прям поглубже... Можно было потяжелее грузил поставить... Моток какой-нибудь... Поэтому тут браконьеры ошиваются... Удар... Удар... Небольшой был... Но... Ничего не засеклось... Моток... Может... Ну... Удар... Повторяю... Удар... Потому что река не глубоководная, глубина тут максимум где-то, если есть в ямках, метра три, где-то наверно навряд ли. Все поклевки в том вот заливчике идут, туда я там не подойду, придется кидать от солнца, 6 грамм меня конечно не докидают туда. Сейчас еще немножко покидаю. Сменил приманку, форму другую поставил, цвет другой, поставил груз немножко потяжелее. Сейчас будет немножко поглубже, ямки хочу откидать. Поехали. 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 Вот она. Поехали. Неплохая. Ну и плыви отсюда. Как резко схватило, я думал там что-то хорошее. Вот и на тёмный цвет клевит щуки, заброс тринным сделал и поймал щуку. Да, тут сколько помню тоже всегда клевал, такие две болотины тут и чуть левее. А дальше там узкое место, вот в этой ямке собирается всегда рыба. Браконьер конечно об этом знает, не всегда тут сутя тоже не ставит. Перекрывает вход, выход в эту яму. Мне пора заканчивать уже рыбалку. Очередной день на реке прошел. Надеюсь вам понравились места, понравилась красивая река, природа. Сегодня очень ясный солнечный день, было много поклевок. Ну а если вам все понравилось, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, мне будет это очень приятно. Всем спасибо за просмотр, пока!